Привет, друзья! Снова с вами. Некоторое время у меня не было. Я получил травму глаза и два месяца в больнице практически провел. Сейчас немножко поправляюсь потихонечку. Конечно, окончательного выздоровления пока нет. Ну вот, хочу с вами немножко поговорить о снаряжении. От приятеля ко мне попало кое-какое снаряжение. И мы хотим немножко посмотреть и поговорить о нем. Вот такая вот сумочка, как вы видите, очень удобная. На первый взгляд она и выглядит симпатично. Кармашек вот такой. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. В наличии ружье мастер Юрий Зубков. Достаточно известный тоже мастер. С севера Донецки он живет. Ружье выполнено из титана. Обработано. Ну, сверху покрытие, я так понимаю, пескоструй называется. Я точно как бы не знаю. Шестидесятка. Ресивер я не знаю, какой толщины я не измерял. Но речь сейчас не об этом идет. Легкая маневренная, тоже, как и говорю, из титана сделана. Значит, товарищ охотился с этим ружьем на Амура. Значит, Амур до 7 килограмм порвал вот такой вот линь. Просто дернул и он на две части оторвался. Поэтому на такую рыбу, Амур это очень сильная рыба, поэтому на такую рыбу надо линь проверенный крепкий ставить, потому что можно потерять стрелу. Также мы видим крепление. Крепление это обычный хомутик, который продается в магазине сантехники. Очень удобный, и охотники очень часто применяют вот такие хомуты. Дешевые сердиты, как называется. На него можно там примотать фонарь или что угодно, катушку или другое какое-то приспособление. Также тоненький курок, я так смотрю, сделан очень классно, выглядит шикарно. В целом, мне нравится, как выполнена зелинка. Вот так же вот здесь, активный или не сброс. Ну, вот такой формы. К нему, значит, вот такой вот подствольный фонарь товарищ заказывал. Значит, я сейчас не буду, наверное, разрывать, чтобы показать. Фонарь сделан из титана. Подствольник. Значит, мастер-березинец. В нем тысяча люминов. В этом фонаре. Он вот так вот крепится. Включается очень удобно. Закручиваем, откручиваем. То есть, в трехпалой перчатке очень удобно будет включать, выключать. Значит, работа такого фонаря примерно будет часов 6-7 непрерывного свечения. Тысяча люминов. Теплый свет, как вы видите. Белый, не белый, желтый, теплый свет такой. Вот такой вот подствольный пенопласт для подствольного фонаря. Вот такого вот плана. Значит, фонарь номер 2. Делался на заказ. Сейчас я покажу, как он выглядит. Выполнен также из титана. Тоже мастер-березинец. Здесь 400-450 люминов. Это эксклюзивный вариант. То есть, он в единственном экземпляре был сделан под заказ. Также он включается. Вот таким образом. Сейчас, секундочку, его закручу. Включается и выключается. Значит, зарядка идет фонаря. Вот эта фишка откручивается. И вот здесь вот такая вот, для блока питания, вот такая вот идет зарядочка. Может, будет видно. Я так понял, что батарея здесь не вынимается. Она, ну, наверное, вытаскивается, если открутить вот эту часть. Мы этого делать не будем. Вот такой фонарь. Значит, время этого фонаря, беспрерывного освещения, примерно 5-6 часов где-то. Если тот фонарь 6-7 часов, то этот 5-6. Непрерывного теплого света. Также вот он сделал самодельную вот такую вот слиня из капельницы. Я так понимаю, была сделана вот такая вот рукоять. Ну, и очень удобно надевать. Ну, наверное, удобно, если не плавал, конечно. Несмотря на то, что это титан, все-таки вес, ну, из-за того, что батарея все-таки весит много. Поэтому вес такой достаточно имеет фонарь. Мы потом ночью посмотрим, как он светит уже в темноте. Посмотрим, какой у нас спектр луча. Ну, какой ариопа и так далее. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас тут еще есть. И снаряжение. Сейчас, секундочку еще добавлю. Вид очень такой интересный этого фонаря. Ничего лишнего, все без никаких каких-то кнопок там и так далее. Достаточно приятный такой фонарь. Поехали дальше. Значит, что у нас тут есть. Сам, честно говоря, еще не рылся. Мне вот так вот отдали. Ну, вот трезубы я тут и вижу. Ну, вот с таким трезубом можно сарганчика стрелять. Правда, все равно, когда близко стреляешь, сарганана пополам перерубает. Ну, вот такой вот тройник Омар. Ну, вернее, не тройник, вот тройник, трезуб. А это пятизуб. Я стрелял по саргану, примерно с такого же. Так, что тут дальше у нас. Ну, вот такой вот идет с флажками с проволоки. Он чуть приржавел, с нержавейки. Вот, как вы видите, такой тройничок. Вот моя ладонь, примерно. Небольшой такой тройник. Честно говоря, я тройниками не пользуюсь уже давно. Стреляю в основном однозубом. Ну, кто любит, допустим, пострелять трезуба, пожалуйста. Вот такой вот есть трезубчик. Так, что хотел вам еще показать. Очень классная штука. Тоже делает зубков. Это вот такая заряжалка. Как вы видите. И в ней вот такие вот два отверстия. Это для того, чтобы можно было гарпун достать, если он попал в корягу. То есть, если гарпун вы загнали в корягу, вы его оттуда очень тяжело бывает достать. Бывает практически невозможно. И вот тогда на помощь вот такое устройство. Тоже с титана. Легенькое. Раз. Засунули и вытащили. Гарпун очень классная штучка. Извлекалка. Заряжалка-извлекалка. Что мы видим? Ну, вот такой вот наконечник. Ну, в принципе, тут ничего особенного такого нет. Еще я вижу вот такой вот сонарь. Q40. Ну, таким фонарем я охотился. Ну, как охотился. Когда уже на Тарханкуте плыл вечером, я себе включал и смотрел по дну. Ну, тут белый свет. Не знаю, сколько он светит по времени, но он как бы вроде недорогой. И такой вот фонарик. Вспомогательный. Ну, так вот вкратце я рассказал. Ну, показал. Вот такое вот снаряжение товарища. И вот в дальнейшем мы попробуем пострелять с этого ружья. Хотел добавить еще, что при стрельбе товарищ говорит, что вот он стрелял когда по Амуру, где-то расстояние 3-4 метра там примерно он стрелял, то небольшой подброс есть из-за того, что рукоять не сзади. Когда он повесил фонарь, то, естественно, вес прибавился и подброс практически сошел на нет. Потому что как бы вес фонаря, он говорит, практически куда сцелился, туда и попадал. Так что вот так. Вот он стрельнул с этого ружья Амура где-то на 7 килограмм, который порвал вот такой вот линь и ушел со стрелой. Так что выбирайте тщательно линьи, чтобы рыба не уходила со стрелами. Ну все, потом вкратце мы покажем вам свечение фонаря и попробуем в дальнейшем пострелять с этого ружья и показать, как она стреляет под водой. Но это чуть позже, потому что у меня сейчас травма глаза, как заживет, уже будем делать подводные съемки какие-то, пытаться вернуться в подводный мир. А пока до встречи, рад был опять быть с вами. Всего доброго, друзья. До скорых встреч. Увидимся позже.